Доброе утро, уважаемые подписчики! Сегодня 20 февраля и Елизавета встречает нас на самом верху дерева. Вот там она и ловит птичек у нас. Охотница наша. Ночь была, вернее, морозная. Где-то градусов 7 было, 7 с половиной. Но день какой замечательный! Просто шикарная погода! Тихо-тихо, ветра совсем нету! Такой штиль! Вот прям весна-весна! Птичек, конечно, Елизавета всех разогнала. Она сидит и ждет, когда они прилетят. Но до чего хорошая киска у нас! Лиска-киска! Умничка такая! Сидит себе там, посиживает. Ждет добычу, но добыча, конечно, не прилетит к ней. А птички же, конечно, умненькие. Они сидят на другом кусточке и смотрят на Елизавету. Вот такая идиллия. Солнце! День такой чудесный, замечательный. Дятел, да? Дятел стучит. А там деревья очень высокие. Как мне нравится здесь природа. Зимой и летом красота. А мы с Леной идем на ярмарку выходного дня. Тихо, безветренно так. Тепло, хотя и минус семь на улице. Но погода замечательная. Небо голубое-голубое. Ой, как дятел стучит. А может, это не дятел? Не знаю. Что это такое интересное? Ну, звук интересный. Тут очень много птиц. А слышала горлица, как поет? Нет. Ни разу еще не слышала? Она обычно здесь... Она обычно по утрам поет, горлица. Но вот сейчас... А это что? Это вот грачи или... Или в вороны. Нет. Или врачи. Не знаю, они убираются. Вот опять стучит, а? Интересно. И в церкви поют. Звук доносится из церкви. Это мы сейчас находимся в парке Горького. Шикарное утро. Да, здесь все здания. Красивые все. И детские сады в старинном здании. Да. Красота. Парк. Это... Никольский парк у нас. Вот так можно пройти. Здесь обойдем детскую площадку. Снегу насыпало, да? Сколько много? Но тихо. Вообще красота. Угу. Очень хорошо. В этом году как никогда снегу, да, здесь? Да. Я тут привезла снег. Это... Да. Лена, ты привезла нам снег. Ха-ха-ха. Какая красота, да? Вот он. Снежок пушистый. Ёлочки. Ну, это не ёлочки, конечно, это сосна пицунская. Но напоминает мне сразу, знаешь, уральские наши зимы. Снег. Да. Снега, леса. Конечно, красиво. Хорошо, когда нет ветра, оно, конечно, и красиво. Да. Но когда сильный ветер, это же... Это в любом регионе, когда сильный ветер, там... Ощущения меняются. Ну, понятно. А сейчас, что, мы идём вот с голыми руками, да, вообще тихо, хорошо. Хотя на улице минус семь. Всё в парках чистится, убирается. И я вчера по центру проходила, только снег выпал, и столько уборочных машин, столько народу на уборке снега. Везде всё это убирается, всё посыпается. Красиво на улице. Тоже здание вот это красивое, да? Да, вообще, тоже старинная как-то усадьба, наверное. Ну, да, что-то тут такое было. Сейчас всё меняется. Фасад остаётся тем же. Здорово. Да, голову не повернили, везде вот старина. Да, приятная такая, да, ведь? Смотреть комфортно глазам. Вон, люди уже идут с ярмарки, уже с полными тележками. Вижу. Да, вот мы сейчас идём по улице Карла Маркса. Это аллея такая здесь красивая. Когда расцветёт, здесь вообще красота водит. А что за деревья? Ой, здесь разные деревья. И ива я вот вижу. Клёнов? Да, и клёнов очень много. Я без листвы-то даже ещё как бы и путаюсь. Я только могу орех определить уже. А без листвы я ещё путаюсь. Какое это дерево? А этот орык, ну, это, наверное, водоотвод, скорее всего. Когда вода лишняя, чтобы вот уходила. Я думаю так. Наверное, это так и есть. Туда к низу идёт. Немножко, да, там же пониже. Вот там впереди у нас будет ярмарка как раз. Вот выходим на площадь. И правее уже будет железнодорожный вокзал. То есть тут всё рядом. Всё недалеко. Вот то здание, да, оно, да, да, да. Старый дом. Вот эти окна. Да, и к нему пристроено пятиэтажное здание. Снег беленький такой, да? Тагиле чистый. Чистый снег, да. Вот это для меня вот прямо очень приятно, то, что снег белый, чистый. Потому что я привыкла, что в Тагиле снег чёрный. Да? А мы один раз приехали в деревню, в Пермскую область. И радуемся тоже. Мы говорим, ой, надо же, какой у вас снег белый. Они говорят, они прям в удивлении в деревне говорят, а как это, неужели снег может быть чёрным? Мы такое не видели никогда. Ну, деревенские люди, конечно, они не видели. Потому что... У нас белый. Тоже белый? Да. А у нас Тагиле снег чёрный, потому что... Потому что грязно. Потому что всё посыпается, потому что копоть всё это. Не, ну потом, когда он уже подкаивает, уже нет. Ну да. Нет, он выпадет-то, конечно, белый. Но постоит буквально чуть-чуть и всё, сразу чёрным становится. Стерым, чёрным. Белого-то редко увидишь. Только тогда, когда... В момент выпадания, вот он, белый и всё. Вот. А то показывает где-то в Шахтёрске, по-моему. Там у них снег вот действительно уже падает чёрный. То есть с неба уже. Да, уже с неба, да. Я вот смотрю, здесь какие-то сады. Все в старинных тоже зданиях. В школах, в старинных зданиях. Да, это же часть, старая часть как бы города. Вот поэтому, да, здесь всё. Зато уж эти дома вечные. Они ни один век не простоят. И ещё столько же будут стоять. Вот она, яро-мрачная площадь издалека. Но сегодня народу, конечно, мало. И с овощами, наверное, скорее всего, сегодня не будет людей. Ну, с машин, может быть, и будут. В машинах они держат их прикрытые, потому что морозится. Форма интересная, да, у них непривычная. А здесь очень много ещё моряков можно увидеть в морской форме. Очень интересно, да. Вот так идёшь по городу, и морячок идёт. Красивая у них же форма. Вот она, ярмарка. Ну, это, конечно, часть ярмарки здесь. Она огромная. Дороже 80-80. Вот они же. 70. Красивые, разные сорта. 50 они. А те помельче, наверное, да, у вас? Второй сорт. Ну, размер ли какая-нибудь точится. Ну, понятно. Это надо ещё иметь в виду, что праздники на носу и цены поднимаются. Ого, да. Живой карп. Карп 200 рублей. Вот они живые. Напекли сколько всяких булочек, рулетов. Красота, да? Будешь что-то брать? Красота – это мало. Это вкусно. Вкусно. Никто не спорит. Это очень-очень вкусно. Так, давай парочку. Вот тут это нужно снять. Откуда это? Да, ну вкусно, конечно. Булочки вкусные. Но. Что, дорогие? Нет, я не в этом. Вес. Они оседают на боках. А, ну, это спасательный круг. Конечно. Чтоб море не утонуть. Пирожки в чем у нас? Карпочка. Флора. Мак есть. Победочка. А это просто в одну вот? Нет, с начинкой. Это с ухом там просто. А начинка поедла, да? Да. Здесь вот трубки у нас есть. Яблоко. Видишь? По 21. Да. Ну-ка. Пирожки, пирожки, ватрушки. Это с творогом, да? А дайте пушку, ватрушки. А дурог? А дурог. А дурог, эти две. Сарычки. Сорок. А вот здесь продают консервы. Только консервы азовские. Видишь, здесь только консервы одни. И всегда, всегда очередь здесь. Всегда. Вот если и есть желание попробовать, можно взять. Я пробовала, брала и толстолобик, и килька. Ну, в общем, тут все есть. Разные. Клингас перегасов. Да, и всегда вот здесь очередь, понимаешь? Клингасы очень вкусные, нет? Очень. Да. Да. Да, вкусный консерв. Видишь, это не цыгя. А что, это завод такой же, не везет, не везет, не везет. И сазан есть в томатном соусе, и сцены. Килька 45, и сазан 50. Даже карась, вон, не смотри, даже вон, по 20. И для кошек вот берут люди. Кто куда, кого, кто кого, куда надо, понимаешь? Будет ложесть. Клингас. Клингас. Да. Толстолобик в томатном соусе. Караси. Килька черноморская. Да. Вот он, толстолобик жареный есть. сельдь в масле, вон там для кушек корм, бычки в масле. Что это за съемка скрытой камерой? Конечно, конечно. Не нашли? А я вам подскажу где найти. Так, ты что взяла? Ну я тоже так же взяла, да. Попробуем. Эх, денёчек, а, какой классный. Сегодня музыки еще нету. Здесь еще музыка всегда ярмарочная. Такая, знаешь, озорная, веселая. Сегодня тихо, потому что мороз. Позитивный. И так как-то он с юмором все. Здесь, да, вкусно. Это не просто выпечка. Это вкусно, конечно. Нет, здесь народ хороший, здесь очень хороший народ. Есть с кем не нравится народ. Рыбка соленая. Это, наверное, хамса. Хамса? Хамса, да, вот это? Да, да. Да, здесь домашние колбасы. Колбасные. Лена купила колбасу домашнюю. Так, какая она домашняя, куриная, по 370 рублей килограмм. Это именно домашнего приготовления. Насколько она у тебя здесь вышла? Вот этот вот? 200, по-моему, что-то. 240, по-моему, нет? Что-то такое. Попробуешь. Кубанские колбасы. Так, а я, наверное, в пакетик ее жирненько. Да, можно еще в мешочек положить. Сюда. Здесь хорошо, видишь, еще в пакетиках все дают. Хорошо вот этим вот. Пойдем дальше посмотрим. Здесь ярмарка огромная. Просто, когда мороз, люди не все выходят. И, ну, холодно, потому что. Здесь же привыкли, что тепло-тепло. А вот здесь молочные продукты. Тоже очень хороший прилавочек вот этот вот. Здесь адыгейские сыры. Всегда очередь тоже всегда. Сегодня даже мало народу. Обычно всегда народу очень много здесь. Ну и сладкая, конечно, палатка со всякими вкусняшками. Всякие вкусняшки. Той палатки с яблоками нету сегодня. Но холодно, потому что. Обычно в которую очередь там. А, мы же хотели яйцо купить еще тебе. Тебе яйцо надо. Пойдем тогда за яйцом. Давай посмотрим. Я хотела меду купить, а сегодня нету моего пчеловода. Нету. Ну, ладненько, я ему позвоню, а мне привезет домой. Ой, здесь удобно. Вот я баночку трехлитровую звоню и приводит на дом прямо. Понимаешь, как хорошо. Ой, давай-ка посмотрим. Вот здесь фрукты. Яблочки, мандаринки. Мандаринки, вот, смотри, по 50. Они подмерзли, может быть, а может быть и нет. Они же все равно хранят их не на морозе. А, фундук вот есть, смотри, вон. По 200 рублей фундук. И хурма по 50 рублей. Вот хурма, это очень вкусная. Она уже спелая, вкуснятина. Она мягкая-мягкая, прям во рту тает. Да, добренькие, да, ведь все? Добренькие. А, вот она, красавица, мимоза. Красота. А скажите, сколько ваша веточка стоит мимоза? 100 рублей, все, смотрите. Шикарная. А можно я ее возьму? 100 рублей, пожалуйста. Давайте, сейчас. Мимоза везде у продавцов. Такая красота. В прилавочке. Это мы сами ничего. Конечно, кто бы спорил. Как они плескаются. Вот они. На 70 рублей, да, вот лоточек вытянула у вас? Вот, хурма. Она тяжелая. Да. Ну, там шесть штук, очень крупных, конечно. Килограмм 50 рублей получается. 30, возьми. Ну, как, Лена? Как тебе ярмарка? Хорошая. Понравилась? Хорошая. Это еще мало народу сегодня. Продавцов мало, и товару мало. Медовиков сегодня вообще практически нет. Так, выборочно. А так, знаешь, прям целый ряд. Там очень много. Наверное, палаток 10 с медом стоит. Представляешь, сколько много всего? А, ну, там вы раз на этом. А откуда я сейчас поезжаю? Вы нам подпишитесь сейчас. А потом мы все поедем. А как? В общем, ты смотришь по блогерам. Ну, да. А потом уже сам своими глазами, да? Ну, своими-то глазами интереснее посмотреть? Конечно. Что вы глить, да? Чем с интернета. Ну, опять все равно уже какое-то представление имеешь. Правда? Да, что ты едешь, уже знаешь. Едешь уже и знаешь, да. Конечно. То есть, это мы делаем хорошее дело? Да, хорошее. А я себе какую красоту купила. Ой, какую красоту купила. Когда я ехала сюда, думала, дорого здесь или недорого. Сравнивала со своим городом. Вот. Стоит ли сюда ехать или может в другой город поехать. Вот. Сравнила по видео, смотрела от блогеров. Да, это же удобно, хорошо, правда? Они все ярмарки показывают, цены показывают. И уже можно сравнить, что тебе по твоим финансам. Ну, да. Вот. И смотрю, даже цены где-то ниже наших вот сибирских. Вот. На фрукты, яблок. Вот эти, они идут кубанские дешевле намного. По 25, по 30. У нас в Омске там по 80, по 70. Ну, самые дешевые, наверное. Да. Вот сходим еще в магазин Станичный. Там яблочки есть по 40, по 35, по-моему. Да. Да, вообще замечательно. И здесь на ярмарке тоже бывают крупные такие яблоки. Но сегодня и нет в этой палатке. А многие говорят, да, это все показывают. Это может быть и неправда. Все правда. Все как есть, так и показывают. Ну, а как, конечно, мы же каждый день, каждый день показываем, как есть, так и есть. В общем, полезная информация, конечно, вот благодаря вам я, наверное, сюда и приехала. Вот. Хорошо. Для меня это уже будет галочка. Плюсик за тетик, что я делаю доброе дело. Ну, и не только я. Да, многие ведь, очень многие. Да. И все смотришь, сравниваешь. И поэтому я тоже так же, благодаря блогерам... Во многих городах же нету таких блогеров, которые показывают цены. Вот. Там на продукты. Даже жилье какое-то. А здесь все показано. То есть... Да. Все можно уже узнать, все посмотреть. Да. А вообще вот разница чувствуется, когда вот смотришь, ну, как бы через интернет и своими глазами? Ну, небольшая вот для меня, по крайней мере. Небольшая. А в чем разница? На самом деле, как оно? Ну... Даже вот сейчас сразу не скажу, какая разница. Ну, в положительную сторону или в отрицательную? Не, ну, положительную. Положительную, да? Да, положительную. Ну, и хорошо. Ну, я рада, что могла чем-то помочь. Сколько намело у нас снега. Это за одну ночь, ну, и полдня. Такие кучи. Вчера мужчины чистили, чистили. Несколько раз чистили. Продолжалась борьба со снегом. И первое, что я купила на ярмарке, это мимоза. Шикарная веточка. Аромат от нее какой нежный. Ой, если б камера могла передать. Я ее прилетела еще. Мимоза же появилась в прошлую ярмарку. Я думаю, я схожу обязательно в этот раз. И куплю себе веточку мимозы. И мы будем с мамой наслаждаться, любоваться. Красота какая. 100 рублей веточка стоит. Удовольствие, конечно, будет. Ой-ой-ой, сколько. И еще я купила сегодня камбалы. Камбала это дальневосточная. По 175 рублей за килограмм. Стейк зубатки. 154 рубля за килограмм. Взяла консервы. Сазан. Сазан, сказали, наш яйский. В воронцовке его изготавливают. Попробуем понемножку. Буду пробовать консервы, потому что интересно. И пеленгаз взяла. Тоже попробуем. Бычки мне понравились очень. Буду понемножку пробовать. Хурма. Здесь вот на 70 рублей. Килограмм получается 50 рублей. И на подложке. Удобно. Я донесла до дома все целое. Ничего не помялось. Хотя спелая уже. Хурма очень спелая. Мы такую любим спелую. Именно вот ее. Ну что вам говорить. Это надо кушать, пробовать. Ну и творог, конечно. Как всегда, беру в субботу. Свой творог любимый. Каждую неделю по полкилограмм мы покупаем. Вот видите, все в пакетиках. Все абсолютно. И здесь уже в пакетиках все выдают в пакетиках. Удобно, комфортно все. Вот такие мои покупки на сегодняшний день. А, да. И сразу вот пришла. Сейчас уже проголодалась, пока ходила. Кусочек сыра отрезала. Моцарелла. 30 грамм сыра и мандаринка. Сейчас перекушу. И буду делать дальше свои дела. Вот у нас уже и все и тает. Сыра на улице. Уже ручьи бегут. Журчат. Вот так меняется погода в течение дня. Надо уже сапоги опять доставать резиновые. Чтоб не промочить ноги. Ну, я хочу продолжить свой блокнотик. И показать и 22 февраля, и 23 тем более. Все записано. Ни от кого не скроешь. Что тут такое вкусное было. Вот даже можно видеть, да, что абсолютно ела все. Я ни в чем себя не отказывала. Даже вот так вот посмотришь, еды как бы больше, чем вот, допустим, когда я худела, я скажу, что я ела больше, чем когда не худела. Но разница в чем? Разница в том, что другая пища, другая калорийность. Вот, в общем-то, в этом и разница и есть. А так я, в принципе, я себе ни в чем не отказывала абсолютно. Но, естественно, мера. Это понятно уже. Душа мера сюда не подходит. Вот можно видеть 23 февраля. И блины с мясом у меня есть, две штучки. И отбивная из свинины есть. И мороженое это я поела 50 грамм. В принципе, вот если взять целое мороженое, там, да, вот стаканчик, она идет 80 грамм. Но здесь 50 грамм у меня. Я уж не помню сейчас, конечно, это много лет назад прошло. Какое-то мороженое ела. Может быть, в кафе где-то или где. Я понятия не имею сейчас даже вообще. Но факт то, что оно было записано. Это самое главное, что в голове-то у меня укладывалось все. Ну вот. И отбивную тут я ела. В общем, ела все. И конфеты, и мороженое. И в этот день я ела все, что хотела. Поэтому, ну, понятно, что не так, что там 10 мороженых, как раньше можно было съесть. Ну, не 10, конечно, 10 не съешь. Ну, я уж так образно говорю. Но все равно, по крайней мере, всего, всего, всего и хватило. Ну, вот у меня здесь общая калорийность не подсчитана. Наверное, я не посчитала нужным это сделать. Понимала, что я уже перебрала. Хотя, кому не лень, можете посчитать. Ну, в принципе, какой смысл считать? Я это дело все уже пережила, перешагнула. Ну, и, как говорится, жива-здорова, слава Богу. То есть, можно понять, что можно и в праздничные дни что-то себе позволить, покушать поинтереснее. Понятное дело, что жизнь-то ведь она идет. Все равно, как бы то ни было, все равно где-то что-то поешь. Как говорится, то, что не хотелось бы. То, что, вернее, хотелось бы, но то, что нельзя, нежелательно. Вот, поэтому, но зато на следующий день можно уже не расслабляться. А один день поел хорошо, на другой день уже понимаешь, что, да, уже как бы сегодня можно уже прижаться. Вот, таким образом уже, а иначе как? А иначе будет вес только нарастать. Это ведь уже все дело пройденное. И все это знамо. Поэтому никуда от этого и не деться. А вот насчет лицетина вы всегда спрашиваете. Лицетин, лицетин, в каждом, как бы каждый день я писала его. Ну, конечно, если у меня эта банка была, я ее ела, я ее и записывала каждую ложку. В принципе, я же говорю, что, ну, была она у меня, я ее и ела. Но если ее нет, ну, не надо бегать, искать, там, убиваться за этим лицетином. Ну, совсем нет в этом необходимости. Если он у вас есть, ну, хорошо. Нет, значит, и не надо. Вот омега-3 и витамины, поливитамины обязательно принимать надо. А лицетин уже постольку-поскольку. Конечно, это хорошо лицетин. Никто не спорит. Ну, нет, значит, нет. Нет, не обращайте просто на это внимание. Делайте свое дело и все. А лицетин пусть стоит в сторонке. Да, еще хочу сказать по поводу полбы, которую я сегодня первый раз попробовала. Ну, крупа это цельная, цельнозерновая, да, не дробленая. Если бы она была дробленая, она бы, может быть, бы и раскинулась посильнее. Но это у меня крупа. Она вообще, можно сказать, не раскинулась. То есть, не разварилась сильно. Понимаете, она вот как шариком была, так она и осталась шариком. Но он был мягкий. Немножко как бы непривычно. Но, в принципе, мне понравилось, да. Но немножко непривычно. Ну, естественно, я ее буду варить и буду применять, как бы употреблять в свой рацион. В принципе, неплохо. Но дробленая, наверное, она будет такая более раскидистая, разваристая, что ли. Ну, а так неплохо. Насыщает хорошо. Это точно. Мне понравилось. Вот в этом плане, да. Ну, и я хочу еще добавить, что полба, это ведь такая разновидность пшеницы. Поэтому это хорошо, конечно. Она такая классненькая. Можно ее иногда включать в свой рацион. Ну, и я с вами на этом прощаюсь. Всего вам всем самого доброго и до скорых встреч.